Без права на проезд. Одно из сел в Черновицкой области оказалось фактически отрезанным от остальной Украины. Из-за разбитой дороги туда прекратил рейсы единственный пассажирский перевозчик. Даже для экстренных служб доехать в село проблема. Есть ли надежда, что ситуация улучшится, выясняли наши корреспонденты. В ангаре Светланы Клым тонны пекинской капусты. Вот уже десятки лет женщина зарабатывает выращиванием овощей. Говорит, в этом году урожай рекордный. Вот только продать его – проблема. Покупателей даже низкой ценой не заманишь. Еще недавно за овощами из Перебыковцев выстраивались очереди. Оптовики съезжались со всей страны. Теперь желающих почти нет, а все из-за ужасного состояния дорог. От асфальта остались лишь небольшие латки. Водители жалуются, и за ям то и дело теряют запчасти от автомобилей. Поэтому все, на станцию надо ехать по-любому. Сюда редко наведываются скорая помощь и пожарные. А с прошлой недели не едут и автобусы. Единственный перевозчик отменил рейсы. Теперь, чтобы добраться в райцентр, приходится проходить настоящий квест. У меня есть двое студентов. Для меня это очень большая проблема. Каждый вечеринок мне нужно, если не детей привезти, отвезти, то сумку им кем-то передать. Для того, чтобы подправить, мне нужно с полдня сесть на телефон, обтелефоновать всех знакомых, друзей. Если есть свободное место, берут детей. Нет свободного места, дальше шукаем. Единственная возможность объехать злосчастную трассу, воспользоваться грузовым паромом через Днестр. Но и тот работает с перебоями. А с наступлением зимы и вовсе закроется. Держава поставила нас на колено. И нашего ехать не надо. Кого только не просили селяне подлатать дорогу. Но во всех инстанциях только раздают обещания. У облавтодора информация совершенно иная. 9 миллионов гривен, необходимых для ремонта дороги в Перебыковцах, у них нет. Ситуация, похоже, тупиковая. Так что с приходом настоящей зимы и снегопадов Перебыковцы могут остаться совсем отрезанными от мира.